Ранен опять, но нормально живой. Куда раненый? Куда, куда? Ну это же ногу, минометом, осколком прилетело. Ой, вытащили? Да, да, нормально все. Ну и как, ты ходишь, нормально все? Ну мышцы перебиты. А как, почему ты не в госпитале? А, это нам, это еще, это, награждать нас будут. Да ты что, мальчик мой, дорогой? Медаль за мужество. В подвале живем. В подвале, да? Да, каждый миномет отстреливает. Ой, господи, сыночка. Тяжело, страшно бывает, бывает такая артиллерия. Я знаю, сыночка. Артиллерия стреляет, у нас страшно все. Я звонил в министерство, я говорю, я скоро с ума сойду. Не переживайте. Вчера, это, азовцы наступали на нас. В 17 часов стрелялись. 97 трубов нашли, прилегло 50 вчера. В подвале укрывались, надо было перебегать на рация, села, надо было разоратой, бежать. Побежал, минометы стрелять начали, осколок в ляшку прилетел. Сыно, я тебя умоляю, я смотрю. Осколок сохранил, домой уже покажу. Сейчас вот лучше дружки, я дружил вчера, осколок минометный, другу взорвался, прилетел. Ух ты, господи, господи. В течение двух дней мы должны отойти на второй фланг, закрепить сауну. А, а, одному, где 106 дивизия ВТВ у нас 20 километров хаза. Ну а на отдых вас никуда не отправляют? Нет, конечно. Чтобы не забыли, у меня здесь грязные, есть как горланы, как эти собаки хожу. У меня сироту разбили, в разведку мою. Твою, которая скром... оттуда? 5 часов, как живых осталось. А твой этот самый, живой этот, товарищ, Лёха? Не, не, это убили тоже. Да, ну, на. Угу. Угу. Учебные, которые в Чечню прошли для компании, они говорят, если бы был выбор, если бы в данный момент была война на Украине, и в Чечню прошли бы лучше. Санечка. Здравствуйте. Возвращайся домой. Возвращайся. Домой, конечно. Потому что мы уже ездим в каком месте, на каком направлении, что там, как там, живой, здоровый. Город Харьков, Московский район. Ого. Ну, по 2 часа сплю в день. Теперь буду смотреть Харьков, буду смотреть. А то я все места гляжу, все места смотрю, не знаю, волнуюсь. У нас там были, это верхняя роганка, поселок, это веселое. Спасибо.